Сейчас был супер крутой пример, как специалисты из мягких ниш сами формируют страх у своих потребителей. И так делают очень многие, в том числе психологи, коучи, когда говорят, что другой специалист может залезть вам в голову и сделать нечто ужасное. Я когда слушаю этот бред про психологию, думаю, блядь, кто им это сказал? Да, но вот сейчас в Директе у меня просто жопа из разных специалистов, нумерологов, астрологов и ижи с ними, и я понимаю, откуда растут ноги, что каждый говорит своё, и это своё зачастую не самое радужное. Люди просто думают, что таким образом они формируют свою ценность, но на самом деле так ценность сформировать как бы невозможно. Получается только нагнетение обстановки и ещё больше урезание своих продаж. Теперь я напомню, что это мне в Директ приходит без подготовки, то есть я вообще не понимаю, что за, блядь, Акиши, что происходит, почему мне это пишут вообще. И, собственно, я сейчас в данном случае выступаю как потенциальный клиент, которому презентую... Ошибок с точки зрения продаж очень-очень много, там можно полдиректа разбирать, начиная от формулировок, заканчивая кучей других вещей. И когда специалисты мягких нишек говорят, что мягкую нишу сложно продавать, у меня есть ответ на это. Продавать несложно, потому что вы не умеете правильно продавать мягкую нишу. Вы продаёте её через триггеры страха, какого-то давления, ещё чего-то таинства неизвестного и так далее. Через эти триггеры продавать довольно сложно. Вот и всё. Так, уважаемые астрологи, быстро нам рассказали. Блядь, я такой дичи вообще в свою жизнь, мне кажется, никогда не читала. Всё очень просто, вы просто друзьям рассказываете намного больше про свой продукт. Они его знают, они видят процесс создания, вы об этом много говорите с точки зрения. Вы немножко неверно интерпретируете все эти вещи. Боли условные, да, мы их все так или иначе задействуем. Я, допустим, сегодня через юмор прокатила вас по боли того, что вы не умеете продавать свою мягкую нишу. Но это было в юморной форме, без нагнетания, что вы будете нищими. Если вам, как эксперт, то самому... Субтитры создавал DimaTorzok